В Байкальский край к нам приехал коллега, депутат Делягин Михаил Геннадьевич. Мы с ним. Он известный человек. Достаточно много информации, поэтому последующие рассказывать не буду. Сейчас он со знакомительной поездкой. Уже второй раз он в Забайкальском крае. Ему очень интересно ездить по Российской Федерации, смотреть, сравнивать, кто как живет, кто как работает, как работают регионы. Мы были в Забайкальске. Очень была интересная поездка о том, как развивается логистическое направление, то, что у нас сейчас происходит. К работе мы приступаем через две недели. Сейчас еще следующие поездки. Две недели еще ездим, познакомимся, разговариваем, обсуждаем, поднимаем вопросы. Интересные идеи возникают в ходе таких разговоров. И эти инициативы, эти предложения мы, конечно же, по приезду в Государственную Думу будем вносить предложения. А по тем проблемам, которые поднимаются, будем контролировать выполнение этих проблем. Дорогие друзья, прежде всего, из чего состоит работа депутатов? Первое и самое известное – это законопроекты. Когда мы видим, есть какая-то проблема общефедеральная, или есть проблема региональная, которая решает столько законов, мы готовим законопроекты, и этот законопроект вносится. Обычно Единая Россия это дело зарубает, потому что мы как бы отсправедливая Россия. Но если сильно долбить и последовательно эту идею проводить, дальше или это становится общей темой, это все-таки проходит, или Единая Россия говорит, ладно, 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 хорошая у вас идея, давайте мы сами закон примем, себе в актив запишем, ну и вы там не горите. Это тоже работает. Второе направление работы депутата, которое важное – это постоянное взаимодействие с министерствами и ведомствами. когда просто говорят, ребят, вам нужен скандал, или эту проблему можно порешать. Ну, более чем в половине случаев говорят, ребят, пожалуйста, скандальте, у нас, как бы мы без вас освободимся, но достаточно часто проблема дается порешать. И, наконец, последнее – это письма людей, которые обращаются, у нас есть такая-то локальная проблема, и вот локальные проблемы, здесь все, конечно, зависит от региональных властей, но региональные проблемы очень часто удается решать действительно, потому что одно дело – пишут люди районному прокурору, районный их посылает, они пишут областному или краевому, краевому их посылает, они пишут генеральную прокуратуру, те отправляют обратно на место, а перед этим они все круги бюрократического ада прошли уже. Вот, а когда депутат пишет сразу генеральную прокуратуру, дорогие друзья, вот все обращения в региональные органы власти ни к чему не привели, пожалуйста, помогите, иногда получается довольно неплохо. Далеко не всегда, но иногда плохо. Значит, что сейчас происходит в стране? В 90-е годы у нас сложилась колониальная модель экономики, была создана, когда страна вывозила, вывозила и до сих пор еще вывозят все, что есть, сырье, деньги, людей, все, что есть, вывозят, и, значит, позволяют что-нибудь иногда купить из продукции, которая сделана из нашего сырья. Экономическая эффективность посчитали не наши, наши стесняются, посчитали швейцарцы, что вот Россия Германии поставляет, не Китай, Германия поставляла тогда на 20 миллиардов евро сырья в год, и немцы из этого сырья делали на 2 триллиона евро в год продукцию. То есть коэффициент 1 к 100. То есть добавленная стоимость, вся прибыль, они у нас забирают, и мы, вообще говоря, это должны быть наши деньги. Результат этого мы видим, этой политики мы видим здесь, ваш замечательный дом офицеров, очень наглядная демонстрация, и вот мы 3 раза ночевали в Чите, мы ночевали в Даурии, мы ночевали в Краснокамерске. Отопительный сезон не наступил, тепло прекрасно, все 3 раза отключалась горячая вода. Не потому, что нас кто-то так не любит, а потому, что такая ситуация в крае, и не только у вас в крае. Дальше, эта колониальная модель работала, вокруг нее сложились люди, которые считали, что не просто так должно быть, а это их заслуга, что работает такой гравюр страны, и они искренне до сих пор гордятся, что они эту систему разграбления страны построили, после чего их западные, как нехорошее слово, партнеры сказали, Ребята, вы знаете, у нас тут кризис, мы тут сокращаем издержки, и вот ваше сырье будет нам обходиться намного дешевле, если вас не будет. Умрите, пожалуйста, и все будет хорошо. Для чего лично, это просто бизнес. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда наше замечательное руководство начинает мучительно осознавать, что все это всерьез. Когда мы читаем про внешнюю политику, смысл ее сводится к тому, мамочка, роди меня обратно, «Так, пожалуйста, давайте сейчас договоримся, мы вам что-нибудь еще уступим, мы вам еще что-нибудь подарим, пусть будет как раньше, как в 90-е, как в нулевые, как в 10-е». Так не будет. И государство очень медленно начинает переориентироваться с разграбления на развитие. В этом отношении, как для меня, как для критика этой системы, не странно, но некоторые вещи делаются хорошо. Как еще в 2020 году у нас сменился премьер-министр, и у нас при всех пороках бюджетной системе, при бессмысленности распудывания многих денег, при коррупции, при разрушенности проектного дела, когда строят одно, получается другое. Когда там построили систему очистки реки Волги за 125 миллиардов рублей, ее построили, а потом выяснилось, что она не работает. Так не потому, что кто-то где-то украл, хотя, наверное, тоже имело место быть, а потому, что просто все сооружения, которые построены, они теоретически, с инженерной точки зрения, работать не могут. И даже ремонтировать нельзя. Их нужно делать заново, с нуля. Вот. Несмотря на все это, государство начало выделять средства на развитие, выделять точечно, выделять кусочками, потому что в целом экономическое регулирование такое, что у нас дорожают кредиты, у нас абсолютно почти отсутствует защита производителей, у нас произвол монополий, от чего цены летят к небесам. Но при всем этом у нас точечно, кусочно, неправильно, но у нас осуществляется развитие. Вот. Где деньги дали, где создали особый режим развития, там начинают создаваться рабочие места, что-то начинает развиваться. Недостаточно. Совершенно недостаточно. Но по сравнению с тем, что у нас было, скажем, в 19-м году, это очень и очень большой прогресс. То есть государство оздоравливается, но медленно. Почему оно оздоравливается? Потому что его подпирают люди. Потому что люди говорят, так дальше нельзя, вы достали, грубо говоря, давайте идите делать нормально. То есть когда вы, на самом деле вы его подпираете, и когда вы боретесь за свои права, за решение каких-то совершенно локальных, частных, мелких вопросов, потому что люди очень часто стесняются обращаться по проблемам, которые у них есть. Люди часто говорят, ну ничего, ничего, мы 15 лет терпели, еще потерпим. А потом, когда терпение, так сказать, достигает ситуации, когда рассыпается вся коммуналка, уже может оказаться поздно. Но вы, защищая себя, вы борясь за свои интересы, вы тем самым оздоравливаете государство. Мы в этой ситуации являемся проводниками ваших специалистов. «Справедливая Россия» – это партия, в которой умудрились выстроить... Я специалист по проблемам. Когда какая-то проблема вдруг решается, и когда что-то делается нормально, хорошо и правильно, это у меня вызывает искренние, скажем так, мягкое интересы, иногда и недоумение. Я об этом говорю с удивлением. Действительно, выстроили вертикаль депутатскую, как у нас это называется, депутатскую вертикаль, когда муниципальные депутаты что-то пытаются сделать, у них не получается, обращаются к региональным. Если у региональных тоже не получается, они обращаются к нам, к депутатам Государственной Думы, и тогда уже мы что-то стараемся сделать. И в общем и целом это работает. Ну и последнее, вот сейчас как бы мы пришли к вам перед выборами, почему эти выборы важны для вас? Потому что федеральное правительство при всех своих нерастатках, опять-таки, пороков, оно выделяет довольно много денег на развитие, на решение тех или иных проблем. Опять-таки, не комплексно, не системно, но выделяет. И здесь очень много зависит от региональных властей. Успеют они лапки подставить под поток денег, или они, значит, это дело прохлопают и продевают. И бывает так, что региональное правительство не знает, а депутаты, которые этим интересуются, все правительственные документы проверяют, шерстят, говорят, вот смотрите, вот-вот, вот есть такой проект, пожалуйста, обратитесь. И когда региональные и даже муниципальные депутаты, и даже в Забайкальском крае есть муниципальные деятели, которые участвуют в федеральных программах для своих районов, через голову даже краевого правительства. Не знаю, правда, что им за это будет через некоторое время, но пока у них получается. То есть вот эта активность тех, кого выбираете, она может принести плоды не только в части решения проблем, но и в части от того, что регион встроится в то или иное развитие. Ленность региональных чиновников, когда бывает, потрясающая. Вот я был в Мариэл, я был потрясен, у них очень плохо со школами, школы разрушаются некоторые, хотя правительство только что выделило большие деньги именно на восстановление аварийных школ, на ремонт, на строительство заново и так далее. И у меня ощущение, что из моих выступлений перед людьми, ну, они же там связят, кто еще говорит, они сами узнали об этом, и вот я уехал из Мариэл, и через два дня после этого они радостно рапортуют, что мы обратились в правительство, чтобы нас включили в программу выздоровления в школу. То есть доходят иногда до анекдотов. Но тем не менее, если стараться, то в принципе это работает. Не так, как хочется, неэффективно, со скрипом, но работает. Поэтому этими возможностями нужно пользоваться. Спасибо. Спасибо. И здесь, ради бога, и последнее. Когда говорят, что в федеральном бюджете денег нет, это неправда. У нас все очень хорошо с деньгами в федеральном бюджете. Вот в муниципальном мышь может удавиться от отчаяния. В региональном денег может не быть, хотя некоторые деньги расходуются очень нерационально. Но в федеральном бюджете деньги есть, и более того, эти деньги на развитие направляются. Спасибо. Извините. Михаил Евгеньевич подробно рассказал о командной работе. Здесь на территории Забайкальского края мы действительно хорошо удалось выстроить. Здесь у нас есть муниципальные депутаты на территории Борзинского района. Есть помощник, который непосредственно является. Иван Матафонов здесь бегает, помогает. В смысле, я прямо сейчас его глазами не вижу. Активно эта работа выстраивается. Те обращения, которые поступают, активно подключаясь и взаимодействуя с ними. Были обращения от граждан относительно Даурского заповедника. Там жители написали обращение о том, что со старой дороги был снят асфальт и на территории заповедника его, соответственно, там высыпали. Я написал обращение на директора заповедника. Он ответил, что таких нарушений нет. Его наглость удивила. Мы в одну из командировок приехали и зафиксировали этот факт. Направили заявление в прокуратуру. Прокурор выписал предписание, установил эти нарушения, заставил дорожников работать. Вывести это, рекультивировать и взыскать сумму с нарушителя. То есть они за это заплатили. Вот подобная работа проводилась. В ковидный период активно работал для того, чтобы кислородный концентратор поступил сюда, на территорию Борзинской больницы. И мы его там подталкивали для того, чтобы кислород не возить. С Иркутска, по-моему, в тот период возили кислород. И в достаточном количестве, чтобы он был бесперебойным. Обращались различные граждане. Одна из бабушек написала обращение «Помогите купить слуховой аппарат». Обратился в Министерство социальной защиты. Они пошли на встречу. Оказали содействие. Приобрели подобный кислородный концентратор. 15-я школа, когда выстроилась очередность ремонта капитального школы, то проводил работу для того, чтобы подвинуть ее коллектив в школу. И сами школьники обращались, чтобы ускорить. Родители школьников обращались, чтобы ускорить ремонт. Вот поработали. И благодаря этому капитальный ремонт пошел не в последующий год, который должен быть 25-26, а он уже непосредственно завершен. Сейчас обращались в училище для того, чтобы тоже произвести капитальный ремонт. Но там эти программы только со следующего года начинают работать из федерального бюджета. А по краевому бюджету у нас немножко сложновато. Из перспектив Борзинского района здесь самое главное из того, что сейчас приходит, это развитие транспортного коридора, который у нас идет на Китайскую Народную Республику. Борзинский район попадает в зону развития логистических вот этих компаний. Рассматриваются проекты, которые сейчас непосредственно правительство смотрит. Одно из них предназначено на то, что здесь, на территории Борзинского района, сортировать уголь, один из вариантов, паковать его в контейнера и направлять туда, потому что не хватает вагонов для того, чтобы туда перерабатывать. А контейнера все идут пустые. В любом случае, логистика это то, от чего мы не сможем уйти в настоящее время. Туда направляются. Сейчас транспортные потоки, ну не будем скрывать, со всего замода Российской Федерации. Наш таможенный переход, самый крупный на Дальнем Востоке, из автомобильных и железнодорожных, Забайкальская железная дорога самая крупная. И, соответственно, все потоки, в основном преимущество, конечно, более чем до Владивостока, до моря проезжать. Очень многие здесь будут замыкаться. Помимо этого, недропользователи перевозят те недры и концентраты, которые добываются здесь, и в ближайших регионах. И эти огромные потоки сейчас будут развиваться. Для примера расскажу. В Подмосковье был, там вот где, 28 Панфилос, Прохоровка, да? Подмосковье, Дубосеково. Да, Дубосеково. Там построили, Валберис построил логистический склад. Все ближайшие поселения встали с работы и ушли. Работают только на вот этом складе. Валберис получают 10 тысяч в день, поэтому никто больше, ни на какие работы людей вообще не могут найти. Все ходят, на сортировочном на этом работают. Ну, Валберис в Чите открывается. Ну, тут тоже, может, встанут и уйдут. Ну, для понимания. Это то новое направление, которое вся Российская Федерация пойдет через эти ворота. Ну, и, конечно же, развитие недропользователей, которыми в силу нашего географического положения Забайкальского края огромные наши просторы. То есть вот те локомотивы, которые будут на ближайшее время, это недра и логистика. То, о чем говорит Михаил Геннадьевич, конечно же, мы душой болеем, чтобы мы перерабатывали все это и был бы конечный продукт, сделанный нами руками. Но это следующий этап. И, как Михаил Геннадьевич говорит, это в данный момент это вот точечно, индивидуально, ручная работа, по всей видимости. И Юрий Геннадьевич очень скромный человек, хоть это странно говорить про политику, он умолчал о своем выдающемся достижении. Дело в том, что принято решение о том, что все дороги, которые связаны с погранпереходами, они уходили под федеральное подчинение. Это касается не только непосредственно самого погранперехода, но и все, что связано с заставками груза на этот погранпереход. И все, что вокруг. То есть, дороги, которые сейчас муниципальные, дороги сейчас, которые краевые, они будут становиться федеральными. Разницу, я думаю, вы знаете лучше на основном. Потому что мы проехались по одним, мы проехались по другим, но когда едешь по федеральной трассе, у вас здесь, ну, кроме перехода через Суходол, там возникает ощущение, что вы просто как бы в районе, просто дороже. То есть, это действительно очень серьезное достижение, и оно коснется вашего района тоже. Спасибо. Ну, вот законодательная работа, она такая есть, это вот работа над законами и лоббистки, в том числе. Представляется запятая, потом вдруг выясняется, что существенные. Также в этом году мы внесли дополнительный налог на недропользователей, именно на золотодобывающую промышленность, 72 тысячи рублей за один грамм. Забайкальский край в Российской Федерации стоит на третьем месте по добыче, и поэтому я и первые три, там Магадан, Якутия и Забайкальский. Депутаты, мы объединились и проводили работу, чтобы вот этот дополнительный налог распространялся в такой же мере, как он сам основной, 60% и 40, 60% в региональный бюджет и 40% в федеральный. Мы работали над тем, потому что до этого предыдущие все налоги, которые были введены дополнительно, они полностью уходили в федеральный центр. Это было с газом, это было с нефтью, единовременные разовые платежи в период начала СВО, с металлургией, с химией, и с алмазов. Они все ушли в федеральный бюджет. Мы проводили эту работу, ходили к руководителю комитета, к Макарову, подходили к Володину, писали письма, просили, чтобы субъекты подключились к нам, руководители субъектов, губернаторы, усилили нас, и мы обосновывали это, что это необходимо, потому что инфраструктура разрушается, дороги разрушаются, пора от вахты уходить на местных работников, на местных кадров. Это обосновывали, защищали. Правда, от нашего губернатора соответствующее письмо не поступило, но ничего. Не стеснялся. Не стеснялся. Но нам удалось защитить, и вот эта пропорция поступает в Забайкальский край, и в данный момент, до конца года, 2 миллиарда дополнительных поступят. Сейчас уже поступило порядка 300 миллионов рублей. Они поступят, и на последующие годы они также сохранятся. И в данный момент эти деньги еще не распределены, потому что корректировки бюджетов нет. И вот в осеннюю сессию хочу добиться, чтобы вот с этих денег что-то непосредственно целевое до людей дошло. Не осталось все в чете. Вот таким образом. Ну вот такая работа.